Девочка-пай В этой передаче, дорогие мои, я хотел бы рассказать вам правду про одну из самых мистических фигур времен Сталина. Фигура, которая обросла фантастическими легендами, которую нам преподносят как чуть ли не малюта Скуратов номер два XX века, в то время как Степан Лукьянович Скуратов-Бельский, конечно же, не был маньяком, не был убийцей, а был верным слугой великого царя России Иоанна Грозного. И так же, как и Грозный, был оболган и облит дерьмом, конечно же, от паразитов-историков, и их подпевал. Так вот, еще в 2009 году я стал задумываться, а так ли действительно одиозна фигура Лаврентия Берия? Неужели он был такой страшный человек, который уничтожал людей, насиловал женщин? Ну, я не буду перечислять все те, в кавычках, подвиги, про которые нам рассказывают наши историки, а расскажу вам то, что я накопал еще в далеком, в девятом или десятом году. Послушайте то, что знаю я. Вот вам правда про Лаврентия Павловича Берия. Итак, что мы знаем с вами? А мы знаем с вами, что 26 июня 1953 года три стоявших под Москвой танковых полка получили приказ министра обороны загрузиться боеприпасами и войти в столицу. Такой же приказ получила и мотострелковая дивизия. Двум авиадивизиям и соединению реактивных бомбардировщиков было велено в полной боевой готовности ждать приказа о возможной бомбардировке Кремля. Впоследствии была озвучена версия всех этих приготовлений. Министр внутренних дел Берия готовил государственный переворот, который требовалось предотвратить. Самого Берию, конечно же, арестовали, судили и расстреляли. 50 лет этой версии никем не подвергалась сомнению. Но я должен сказать вам, дорогие мои, что, к сожалению, наша отличительная черта, которая, в общем-то, и хорошая, и плохая, всегда играет с нами очень злую шутку. Дело в том, что мы, русы, очень и очень доверчивы. С одной стороны, это очень даже хорошо, но с другой стороны, эта доверчивость, конечно же, играет в нашей судьбе роковую роль. То же самое получилось и с Лаврентием Павловичем Берией. Никто не задумывается, все привыкли доверять, доверять официальной истории, которые нам и в школе, и в фильмах, и в учебниках, и в литературе придерживаются одной и той же версии. Берия – негодяй, Берия – подонок, Берия – маньяк, и так далее, и тому подобное. Так вот, что же на самом деле? Обычный, даже не очень обычный человек, знает о Лаврентии Берии только две вещи – что он был палачом и сексуальным маньяком. Ну, еще, знаете, ходят легенды, такие шуточные, что даже мухи, говорят, на Лаврентии Павловича боялись садиться. Уж настолько он был страшен и жесток. Но все хорошее, конечно же, дорогие мои, изъято из истории. Так что даже странно, почему Сталин вдруг терпел возле себя эту бесполезную мрачную фигуру? Неужели Иосиф Васильевич так боялся Берии, что не мог его сам убрать? Вот загадка. Да нет, дорогие мои, нисколько он не боялся Лаврентия Павловича. И загадки тут нет никакой. Более того, без понимания истинной роли этого человека невозможно понять всю сталинскую эпоху. Потому что на самом деле все было совсем не так, как потом придумали вот те люди, захватившие власть в СССР и приватизировавшие все победы и достижения своих предшественников. О совсем другом в Лаврентии Берии на страницах своей газеты рассказывает питерский журналист Елена Прудникова, автор сенсационных исторических расследований, участник историческо-публицистического проекта «Загадки истории». Именно как раз благодаря вот этой Елене Прудниковой я начал копать и искать все необходимые материалы. Конечно же, у Елены Прудниковой художественный рассказ, перемешку, так скажем, с историческими фактами. Но меня интересовали, так скажем, строго исторические факты свидетелей. Так вот, осенью 1931 года первым секретарем Компартии Грузии стал молодой чекист Лаврентий Берия. Личность весьма примечательная. В 1920 году он руководил нелегальной сетью в меньшевистской Грузии. В 1923 году, когда республика пришла под контроль большевиков, боролся с бандитизмом и добился впечатляющих результатов. К началу этого года в Грузии насчитывалась 31 банда. К концу года их осталось лишь 10. В 1925 году Берия награжден орденом Боевого Красного Знамени. К 1929 году он стал одновременно председателем ГПУ за Кавказе и полномочным представителем ОГПУ в регионе. Но, как ни странно, с чекистской службой Берия упорно пытался расстаться, мечтая завершить, наконец, образование и стать строителем. Вы же знаете о том, что нам его преподносят как отпетого, ярого, негодяя-чекиста. Я же узнал о Берии, который стремился к более мирной жизни. Итак, в 1930 году он написал письмо Рджинькидзе. Дорогой Серго, я знаю, вы скажете, что теперь не время поднимать вопрос об учебе. Но что же делать? Чувствую, что больше не могу. В Москве выполнили просьбу с точностью до наоборот. И осенью 1931 года Берия становится первым секретарем Компартии Грузии. Через год первым секретарем Закавказского крайкома. Фактически хозяином региона. И вот о том, как он работал на этом посту, у нас говорить очень и очень не любят. Ну, вы сами понимаете, в чем причина. Райончик Берии достался тот еще. Промышленности как таковой не существовало. Нищая голодная окраина. Как известно, с 1927 года в СССР шла коллективизация. К 1931 году в колхозы Грузии удалось загнать 36% хозяев. Но менее голодным население от этого не стало. И тогда Лаврентий Павлович Берия сделал ход коню. Он коллективизацию остановил. Оставил в покое частников. Зато в колхозах стали разводить не хлеб и не кукурузу, от которых толку не было. А ценные культуры – чай, цитрусовые, табак, виноград. И вот тут-то крупные сельхозпредприятия оправдали себя на 100%. Колхозы стали богатеть с такой скоростью, что крестьяне сами повалили в них. И к 1939 году без всякого принуждения было обобществлено 86% хозяйств. Один пример. В 1930 году площадь мандариновых плантаций составляла 1500 гектаров. А в 1940 году уже 20000. Урожайность с одного дерева увеличилась в некоторых хозяйствах аж в 20 раз. Когда идете на рынок за абхазскими мандаринами, дорогие мои, всегда добрым словом вспоминайте Лаврентия Палыча Берия. Так вот, в промышленности он работал столь же эффективно. За первую пятилетку объем валовой промышленной продукции одной лишь Грузии увеличился почти в 6 раз. Вот и прикиньте теперь, что происходит сейчас с нашими боссами. И посмотрите, как работал Лаврентий Палыч. За вторую пятилетку еще в 5 раз. В остальных закавказских республиках было то же самое. Именно при Берии, например, начали бурить шельфы Каспийского моря. За что его же обвиняли в расточительности. Зачем возиться со всякой ерундой? Зато теперь за Каспийскую нефть и за маршруты ее транспортировки идет настоящая война между сверхдержавами. Тогда же за Кавказе стало и курортной столицей ССССР. Кто тогда думал о курортном бизнесе, скажите? По уровню образования уже в 1938 году Грузия вышла на одно из первых мест в Союзе. А по числу студентов на тысячу душ перегнала Англию и Германию. Короче говоря, за те 7 лет, которые Берия находился на посту главного человека в Закавказе, он так раскачал хозяйство остальных республик, что вплоть до 90-х годов они были одними из самых богатых в Союзе. И это заслуга. Именно Лаврентия Павловича Берия. Если разобраться, то докторам экономических наук, проводившим перестройку в СССР, есть чему поучиться у этого чекиста. А ведь то было время, когда не политические болтуны, а именно хозяйственники ценились на вес золота. Сталин, конечно же, не мог пропустить такого великого человека. И назначение Берии в Москву было не результатом аппаратных интриг, как сейчас пытаются всем нам представить историки, а вполне закономерной вещью. Человек, так работающему в регионе, можно доверить большие дела и в стране. У нас имя Берии в первую очередь связывается с репрессиями. По этому поводу дозвольте самый простой вопрос. Когда ж эти были Беревские репрессии? Ну дайте дату, пожалуйста. А даты-то нет, дорогие мои. Нету. За пресловутый 37-й год отвечает тогдашний шеф НКВД, товарищ Ежов, как вы помните. Даже выражение такое было – ежовые рукавицы. Послевоенные репрессии тоже проводились, когда Берия в органах не работал. А придя туда в 1953 году, первое, что он сделал, он их как раз и прекратил. Когда были Беревские реабилитации, это в истории зафиксировано четко, а вот Беревские репрессии – в чистом виде продукт черного пиара. А что же было на самом деле? С руководителями ВЧК, УГПУ стране не везло с самого начала. Дзержинский был сильным, волевым и честным человеком. Но крайне загруженной работой в правительстве бросил ведомство на заместителей. Его преемник Минжинский был серьезно болен и сделал то же самое. Основными кадрами органов были выдвиженцы времен Гражданской войны. Малообразованные, беспринципные и жесткие. Можно представить себе, какая обстановочка там царила. Тем более, уже с конца 20-х годов руководители этого ведомства все более нервно относились к какому бы то ни было контролю над своей деятельностью. Ежов был человек в органах новой. Начал хорошо, но быстро попал под влияние своего заместителя Фриновского. Тот обучал нового наркома азам чекистской работы прямо на производстве. Азы были крайне простые. Чем больше врагов народа поймаем, тем лучше. Бить можно и нужно, а бить и пить еще веселее. Пьяный от водки, крови и безнаказанности нарком вскоре откровенно поплыл. Свои новые взгляды он не особенно скрывал от окружающих. Чего вам бояться, говорил он на одном из банкетов. Ведь вся власть в наших руках. Кого хотим казним, кого хотим милуем. Ведь мы это все. Нужно, чтобы все, начиная от секретаря обкома, под тобой ходили. Если секретарь обкома должен был ходить под начальником областного управления НКВД, то кто, спрашивается, должен был ходить под Ежовым? С такими кадрами и такими взглядами НКВД стал смертельно опасен и для власти, и для страны. Трудно сказать, когда в Кремле стали осознавать происходящее. Вероятно, где-то в первой половине 1938 года. Но осознать осознали. А как обуздать этого монстра? Выход. Посадить своего человека такого уровня лояльности, смелости и профессионализма. Чтобы он смог, с одной стороны, справиться с управлением НКВД, а с другой, остановить чудовище. Едва ли у Сталина был большой выбор подобных людей. Хорошо, хоть один нашелся. Я думаю, вы понимаете, дорогие мои, о ком идет речь. Итак, обуздание НКВД. В 1938 году Берия в рамке заместителя наркома внутренних дел стал руководителем главного управления госбезопасности, перехватив рычаги управления с самой опасной структурой. Почти сразу же, аккурат под ноябрьские праздники, была смещена и большей частью арестована вся верхушка наркомата. Затем, расставив на ключевые посты надежных людей, Берия принялся разбираться с тем, что натворил его предшественник, то есть Ежок. Зарвавшихся чекистов увольняли, арестовывали, а кое-кого и расстреливали. Кстати, впоследствии, снова став в 1953 году министр внутренних дел, знаете, какой приказ Берия издал самым первым? О запрещении пыток. Он знал, куда шел. Органы почистили круто. Из рядового состава были уволены, вдумайтесь, 7372 человека. Это 23%, почти 22,9%. Из руководящего 3830 человек, это практически 62% всего руководства, одновременно начали заниматься проверкой жалоб и пересмотром дел. Опубликованные в последнее время данные позволили оценить масштаб этой работы. Например, за 37-й и 38-й годы из армии по политическим мотивам было уволено около 30 тысяч человек. Возвращено в строй после смены руководства НКВД 12,5 тысячи. Получается около 40%. По самым приблизительным прикидкам, поскольку полные сведения до сих пор не обнародованы, всего до 1941 года включительно были освобождены из лагерей и тюрем 150-180 тысяч человек из 630 тысяч осужденных в годы Ежовщины. То есть около 30%. И это, дорогие мои, заслуга конкретная Лаврентия Палыча Берия. Нормализовывать НКВД пришлось долго и до конца, конечно же, так и не удалось. Хотя работа велась вплоть до самого 45-го года. Иной раз приходится сталкиваться с совершенно невероятными фактами. Например, в 41-м году, особенно в тех местах, где наступали немцы, с заключенными не особо церемонились. Война, мол, все спишет. Однако списать на войну не удалось. С 22 июня по 31 декабря 1941 года, а это самые тяжелые месяцы войны, к уголовной ответственности за превышение власти было привлечено 227 работников НКВД. Из них 19 человек за бессудные расстрелы получили высшую меру. Обратите внимание, 19 сотрудников, работников высших НКВД получили высшую меру за бессудные расстрелы. Берии принадлежит и другое изобретение эпохи – шарашки. Среди арестованных было немало людей, очень нужных в стране. Конечно, это были не поэты и писатели, о которых кричат больше и громче всего, а ученые, инженеры, конструкторы и в первую очередь работавшие на оборону. Репрессии в этой среде – тема особая. Кто и при каких обстоятельствах созжал разработчиков военной техники в условиях надвигающей войны? Вопрос отнюдь не риторический. Во-первых, в НКВД существовали реальные агенты Германии, которые по реальным заданиям реальной немецкой разведки старались нейтрализовать полезных советскому оборонному комплексу людей. Во-вторых, и диссидентов в те времена было как-никак не меньше, чем в конце 80-х. К тому же, среда эта невероятно склочная, и донос в ней всегда был любимым средством сведения счетов и карьерного роста. Но как бы то ни было, приняв наркомат внутренних дел, Лаврентий Павлович Берия столкнулся с фактом. В его ведомстве находились сотни арестованных ученых и конструкторов, работа которых просто до зареза нужна стране. Как теперь модно говорить «почувствуй себя наркомом»? Перед вами лежит дело. Человек этот может быть виноват, а может быть невиновен, но он необходим. Что делать? Писать, освободить, показывая подчиненным пример беззакония и обратного свойства? Проверять дела? Да, конечно, но у вас шкаф, в котором, представьте себе, 600 тысяч дел. Но фактически по каждому из них надо проводить повторные следствия, а кадров-то нет. Если речь идет об уже осужденном, надо еще и добиться отмены приговора. С кого начинать? С ученых? С военных? А время-то идет, люди сидят, а война все ближе и ближе. Берия сориентировался очень быстро. Уже 10 января 1939 года он подписывает приказ об организации особого технического бюро. Тематика исследований чисто военные. Самолетостроение, судостроение, снаряды, броневые стали. Из специалистов этих отраслей, сидящих в тюрьмах, формировали целые группы. Когда подворачивалась возможность, Берия старался этих людей освободить. Например, конструктору самолета Туполева 25 мая 1940 года объявили приговор. 15 лет лагерей. А уже летом он вышел на свободу по амнистии. Конструктор Петляков был амнистирован 25 июля и уже в январе 1941 года удостоен сталинской премии. Большая группа разработчиков военной техники вышла на свободу летом 1941 года. Еще одна в 1943. Остальные получили свободу с 1944 по 1948 года. Когда читаешь, дорогие мои, написанное о Берии, создается впечатление, что он так всю войну и ловил врагов народа. Да, конечно, заняться ему было нечем. 21 мая 1941 года Берия становится заместителем председателя СОЛВ-наркома. Для начала он курирует наркоматы лесной, угольной и нефтяной промышленности, цветной металлургии. Вскоре, прибавив сюда и черную металлургию, из самого начала войны на его плечи ложатся все новые и новые отрасли, поскольку в первую очередь он был не чекистым и не партийным деятелем, а великолепным организатором производства. Именно поэтому ему и поручили в 1945 году атомный проект, от которого зависело само существование всего Советского Союза. Уже через неделю после начала войны, 30 июня, был учрежден чрезвычайный орган власти – Государственный комитет обороны, в руках которого сосредотачилась вся полнота власти в стране. Председателем ГКО, естественно, стал Иосиф Васильевич Талин. А вот кто входил в кабминет помимо него? Этот вопрос в большинстве изданий аккуратно обходится. По одной очень простой причине. Среди пяти членов ГКО есть одна неупоминаемая персона. Естественно, дорогие мои, вы понимаете, какая это персона. В краткой истории Второй мировой войны 1985 выпуска, указатели имен, приведенном в конце книги, где присутствуют такие жизненно необходимые для победы персоны, как Авидий, Шандор Петефи, Берия – нет. Но, как вы понимаете, естественно, эти книги выпускались именем Сороса, именем Доллара. Не был, не воевал, не участвовал. Так вот, их было на самом деле пять человек. Сталин, Молотов, Маленков, Берия, Ворошилов и трое уполномоченных – Вознесенский, Микоян, Каганович. Но скоро война стала вносить свои коррективы. С февраля 1942 года Берия вместо Вознесенского стал курировать производство вооружений и боеприпасов. Официально. А в реальности же он занимался этим уже летом 1941 года. Той же зимой в его руках оказывается и производство танков. Опять же, не из каких-то интриг, а потому что у него лучше всех все получалось. Результаты работы Берия лучше всего видны из цифр. Если 22 июня немцы имели 47 тысяч орудий и минометов против наших 36 тысяч, то уже к 1 ноябрю 1942 года эти показатели сравнялись. А к 1 январю 1944 года у нас было 89 тысяч против немецких 54 с половиной тысяч. С 1942 по 1944 годы СССР выпускал по 2000 танков в месяц, намного опередив Германию. И это, дорогие мои, заслуга Лаврентия Палыча Берия. 11 мая 1944 года Берия становится председателем оперативного бюро ГКО и заместителем председателя комитета, фактически вторым после Сталина человеком в стране. 20 августа 1945 года он берет на себя сложнейшую задачу того времени, которая была для СССР вопросом выживания. Он становится председателем спецкомитета по созданию атомной бомбы. Там он совершил еще одно чудо. Первая советская атомная бомба, вопреки всем прогнозам, была испытана всего 4 года спустя, 20 августа 1949 года. И это, дорогие мои, тоже заслуга Лаврентия Палыча Берия. Ни один человек из политбюро, да и вообще ни один человек в СССР даже близко не подходил к Берии по важности решаемых задач, по объему полномочий. Да, очевидно и просто, по масштабу личности. По сути, послевоенный СССР был в то время системой двойной звезды. 70-летний Сталин и молодой, ведь в 1949 году Берия исполнилась всего-навсего 50. Берия. Глава государства и его, конечно же, естественный преемник. В этом в то время никто не сомневался. Именно этот факт хрущевские и постхрущевские издороки и прятали так тщательно в воронках умолчаний под грудами лжи. Потому что если 23 июня 1953 года убили министра внутренних дел, это еще тянет на борьбу с путчем. А если убили главу государства, то это он самый путь и есть. Если проследить информацию о Берии, кочующую из изданий в издание до ее первоисточника, то почти вся она вытекает из мемуаров Хрущева, человека, которому и вообще верить нельзя, поскольку сличение его воспоминаний с другими источниками выдает в них запредельное количество вранья, недостоверных сведений. Кто только не делал политических анализов ситуации зимы 1951-53 годов. Какие комбинации не придумывали, какие варианты не просчитывали, что Берия блокировался с Маленковым, с Хрущевым, что он был сам по себе. Одним только грешат эти анализы. В них, как правило, напрочь исключается фигура Сталина. Молчаливо считается, что вождь к тому времени отошел от дел, был чуть ли не в маразме. Источник один. Тот же самый лгун Никита Сергеевич Хрущев. Но почему, собственно, мы должны им верить? А сын Берии Серго, например, в течение 1952 года, раз 15, видевший Сталина заседания, посвященных ракетным вооружениям, вспоминал, что вождь отнюдь не казался слабевшим умом. Послевоенный период нашей истории темен не менее, чем дарюриковская Россия. Что тогда происходило в стране, не знает толком, наверное, никто. Известно, что после 1949 года Сталин несколько отстранился от дел, оставив всю текучку Ив на Самотек и на Маленкова. Но ясно одно – что-то готовилось. По косвенным данным можно было предполагать, что Сталин задумал какую-то очень большую реформу. В первую очередь экономическую. А уж потом, может быть, и политическую. Ясно и другое. Вождь был стар и болен. Прекрасно это знал. Дефицитом мужества не страдал и не мог бы не думать, что будет с государством после его смерти. И не искать преемника. Если бы Берия был любой другой национальности, проблем бы не было никаких. Но один грузин после другого на троне империи, на такое не пошел бы и даже Сталин. Известно, что в послевоенные годы Сталин немедленно, но неуклонно выдавливал партаппарат из капитанской рубки. Конечно, функционеры этим не могли быть недовольны. В октябре 1952 года на съезде КПСС Сталин дал партии решающий бой, попросив освободить его от обязанностей генерального секретаря. Не вышло, не отпустили. Тогда Сталин придумал комбинацию, которая легко прочитывается. Главой государства становится заведомо слабая фигура, а реальный глава, то есть серый кардинал, формально находится на вторых ролях. Так и вышло. После смерти Сталина первым стал безинициативный Маленков. А реальной политикой руководил Берия. Он не только амнистию провел. За ним числится, например, постановление, осуждающее насильственную русификацию Литвы и Западной Украины. Он предложил красивые решения германского вопроса. Если бы Берия остался у власти, Берлинской стены попросту не было бы. Но и попутно он снова занялся нормализацией НКВД, запутив процесс реабилитации. Так что Хрущеву и компании потом оставалось только вскочить на уже идущий паровоз, сделав вид, что они там были с самого начала. Это потом они все говорили, что были не согласны с Берией, что он на них давил. Потом они много еще чего говорили. На самом деле вполне соглашались с бериевскими инициативами. Но потом что-то случилось. На 26 июня в Кремле было назначено заседание то ли Президиума ЦК, то ли Президиума Савмина. По официальной версии на него пришли военные во главе с маршалом Жуковым. Члены Президиума вызвали их в кабинет. И те арестовали Берию. Потом его отвезли в специальный бункер во дворе штаба войск МВО. Провели следствие и расстреляли. Версия эта не выдерживает никакой критики. Почему? Об этом рассказывают долго, но в ней множество откровенных натяжек и неувязок. Скажем только одно. Никто из посторонних, незаинтересованных людей после 26 июня 1953 года живым Берию не видел. Последними увидел сын Серго утром на даче. По его воспоминаниям отец собирался заехать на городскую квартиру. Потом отправиться в Кремль на заседание Президиума. Около полудня Серго позвонил его друг, летчик Ахмед Хан, и сообщил, что у дома Берии была перестрелка, и отца, по всей видимости, уже нет в живых. Серго вместе с членом спецкомитета Ванниковым примчался по адресу и успел увидеть разбитые окна, выбитые двери, стену, испещренную следами пуль от крупнокалиберного пулемета. В это время в Кремле собрались члены Президиума. Что же там произошло? Продираясь сквозь завалы лжи по крупицам, воссоздавая происходящее, удалось примерно реконструировать событие. После того, как с Берией было покончено, исполнители этой операции, предположительно, это были военные из старой, еще украинской команды Хрущева, которых он вытащил в Москву, во главе с Москаленко отправились в Кремль. Одновременно туда приехала еще одна группа военных. Возглавлял ее маршал Жуков. А среди ее членов был полковник Брежнев. Любопытно, правда, дорогие мои? Дальше, предположительно, все разворачивалось так. Среди путчистов были как минимум два члена Президиума – Хрущев и министр обороны Булганин. На них все время ссылаются в своих воспоминаниях Москаленко и прочие. Они и поставили остальных членов правительства перед фактом. Берия убит, с этим надо что-то делать. Вся команда поневоле оказалась в одной лодке и стала прятать концы. Куда интереснее другое – за что убили Берию? Накануне он вернулся из 10-дневной поездки в Германию. Встретился с Маленковым. Обговорил с ним повестку дня заседания 26 июня. Все было прекрасно. Если что-то и случилось, то в последние сутки и, скорее всего, было как-то связано с предстоящим заседанием. Правда, существует повестка дня, сохранившаяся в архиве Маленкова. Но, скорее всего, это липа. Никаких сведений о том, чему реально должно быть посвящено заседание, не сохранилось. Казалось бы, но был один человек, который мог об этом знать. Серго Берия рассказал в одном из интервью, что отец сообщил ему утром на даче о том, что на предстоящем заседании он собирается потребовать у Президиума санкции на арест бывшего министра госбезопасности Игнатьева. И вот теперь все ясно. Так что яснее не бывает. Дело в том, что Игнатьев ведал охраны Сталина и в последний год его жизни. Именно он был человеком, который знал, что произошло на даче Сталина в ночь на 1 марта 1953 года, когда у вождя вдруг случился инсульт. А произошло там нечто такое, по поводу чего много лет спустя оставшиеся в живых охранники продолжают бездарно и слишком уж очевидно врать. И уж Берия-то, который целовал руку умирающему Сталину, вырвал бы из Игнатьева все его секреты, а потом устроил политический процесс на весь мир, над ним и его поддельниками. Какие бы посты те не занимали, это как раз было в его стиле. Нет, этим самым поддельникам ни в коем случае нельзя было позволить Берии арестовать Игнатьева. Но как его удержишь? Оставалось только убить, что и было выполнено. Ну а потом уж прятали концы. По приказу министра обороны Булганина было устроено грандиозные танки-шоу. Столь же бездарно повторенные, как вы помните, в 1991 году хрущевские юристы под руководством нового ген прокурора Руденко тоже выходцы с Украины инсценировали судебный процесс. Инсценировки и по сей день любимые занятия прокуратуры. Потом память обо всем хорошем, что сделал Берия, была тщательно вымазана дерьмом и запущена в обиход пошлые сказки о кровавом палаче и сексуальном маньяке. Ну вы знаете, опыт у паразитов есть по всей нашей истории, начиная с Иоанна Грозного. Так вот, по части черного пиара Хрущев был очень талантлив. Похоже, это был единственный его талант. Идея Хрущева представить Берию сексуальным маньяком была впервые озвучена на пленуме ЦК в июле 1953 года. Секретарь ЦК Шаталин, который, как он утверждает, делал обыск в служебном кабинете Берии, нашел в сейфе якобы большое количество предметов мужчины-развратников. Потом выступил охранник Берии Саркисов, поведавший о многочисленных его связях с женщинами. Естественно, никто этого не проверял, однако сплетня была пущена и пошла гулять по стране. Будучи морально разложившимся человеком, Берия сожительствовал со многими многочисленными женщинами, записали следователи в приговор. Есть в деле и список этих женщин. И вот тут какие странности, и вот какая незадача. Этот список практически полностью совпадает со список женщин, в сожительстве с которыми был обвинен арестованный за год до того начальник охраны Сталина генерал Власик. Надо же, как не везло Лаврентию Павловичу, я, конечно, стебаюсь. Такие возможности у него были, а бабы вдруг почему-то доставались ему исключительно после Власика. А если без смеха, то проще простого. Взяли из дела Власика список и присобачили к делу Берии. Проверять-то кто будет. Никто же тогда не знал, что будет интернет, всемирная паутина, и что очень-очень многие данные вылезут. И для людей, у которых мозги работают, эти данные станут сенсацией. Жена Берия, Нина Берия, уже много лет спустя в одном из своих интервью сказала очень простую фразу. Удивительное дело, Лаврентий день и ночь был занят работой. Когда ему было иметь дело с легионом этих женщин? Ездить по улицам, возить их на загородные виллы, а то еще и к себе домой, где была жена, то есть она грузинка, и он жил с семьей. Впрочем, когда речь идет о том, чтобы очернить опасного врага, кого же это интересует? Что было на самом деле? Ну и, конечно же, дорогие мои, наш народ очень быстро поверил в то, что Лаврентий Павлович ездил по Москве и пальцем показывал любую женщину, будь она хоть семейная, и ему сразу же ее привозили. После чего, конечно же, эту женщину убивали и закапывали, ну и так далее, и тому подобное. И все девяностые гуляли вот такие вот сказки, страшилки. И наш народ в это очень верил. И, конечно же, наш кинематограф имени Сороса и имени Доллара до сих пор снимает фильмы. Какой же был страшный Лаврентий Павлович Берия. А для чего, дорогие мои, наши современные боссы заказывают такие фильмы? Да для того, дорогие мои, чтобы не видели всю их низость перед великим именем Сталина и перед великим именем Лаврентия Павловича Берия. От себя я должен добавить, дорогие мои, что Лаврентий Павлович всю жизнь прожил с одной женщиной, с одной женой. И себя полностью всего отдал на благо страны, на благо народа. Он был грузином, но в душе он себя считал русом. Вот такие дела, дорогие мои. Человек грузин, один грузин и второй грузин считали себя русами. И все делали для русского народа. И, конечно же, погибли за свой народ, за российский народ. К сожалению, их просто-напросто очернили, сравняли с дерьмом. И большинство наших сограждан до сих пор верят в это, смотрят фильмы. И, естественно, я предвижу, что и под этим видео, как и под видео под Петровым и под Грозным мне пишут, «Как вам не стыдно, большой грех, вы оболгали нашу историю и пятое-десятое». Нет, дорогие мои, мне не стыдно. Мне не стыдно потому, что я пытаюсь восстановить правду и обелить имена настоящих героев, настоящих людей, которые жили и умерли за свой народ, за Россию. Вот такие дела, дорогие мои. Засим я заканчиваю. Надеюсь, что вам было сие интересно. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова